ТВ, у микрофона друг, и начинаем комментирование Major All-Stars Tournament. У нас команда Power Rangers против команды Ninjas in Pyjamas. Это Loser Bracket, это игра в формате Best of 3, и топим как сумасшедшие за наших ребят. Конечно, за наших ребят, это СНГ Дота, за наших ребят Power Rangers. Шведы Ninjas in Pyjamas должны сегодня проиграть, как мне кажется. Опять же, ставки никто не ставит, и на ставки никого. Не провоцирует, но болеть будем как не в себя. Ну что, по пику, давайте сразу разберемся, кто у нас на ком играет, и кто на ком в первую очередь не будет играть. На Аксе у нас уже никто не будет играть. На SF, на Клоке и на Снайпере, соответственно, тоже Висп, Тролль Варлорд, Брудмазер и Бэтрайдер также отправляются у нас в баню со стороны команды из Швеции. В пик от Power Rangers уже у нас ушел Вич Доктор, Шейкер и Ликан. И от Ниндзи Чен, Венжи Фолл Спирит и Луна. Ну, по пику пока что Power Rangers, в общем-то, поинтереснее смотрятся. Да, конечно, Чен это неприятность на ранних левелах, но я думаю, Ликан с Вич Доктором смогут разбираться с тем пушем, который организует команда Ниндзи Син Пижамас. Ну, Луна тоже нечастый гость у нас в пиках обычных. На Меджер Алл Старс немного я их видел. У Ниндзи, в принципе, реализация Луны не хромает, так это точно. Поэтому, безусловно, это проблема для Power Rangers, и чем ее контрить, мы посмотрим. Я думаю, проблем с видением игры у J4 и компании как таковой нет. Поэтому для Луны, я думаю, что-то да придумается. По линиям, по расстановкам лайнов, что у нас вырисовывается постепенно? Постепенно вырисовывается то, что Вич Доктор и Шейкер будут у нас лайн-саппортами. И, скорее всего, саппортить будут Ликана. Как я понимаю, если Ликана, конечно, в Мид нас не отправят. Мида у команды Ниндзя Син Пижамас либо нет, либо это будет Пак. Хотя Пак все чаще у нас появляется на Хардлейне. Оффлейнер Пак это, в общем-то, классика последнего времени. Луна, разумеется, фармит у нас либо в легкой, либо где-то еще, либо в сложной. Но ни в коем случае не без саппортов. Веншфул Спирит у нас будет на подсейве на всякий случай. Все это тоже понятно, очевидно, но озвучить стоит. Еще раз напомню, что игра протекает в формате Best of 3. Тинкер. Тинкер отходит к Power Rangers. Белорусы будут летать по всей карте. Вот и решен вопрос с отпушем. Отпуш от Тинкера. Машинки. Я думаю, еще команде Ниндзи в пижамах придется думать, какой же отпуш строить против Тинкера. А против Тинкера, как я понимаю, никаких приемов нет. От машинок спасения немного, разве что какой-то парень по типу Шторм Спирита, если только зайдет на МИД, сможет летать и стараться вырубать у нас Тинкера. Хотя и Тинкер сам вырубит Шторм Спирита, я думаю, первый вызовется. Еще один бан от Ниндзи. Бестмастер уходит у нас в баню. И ждем, что же решит J4 с ребятами касательно пятого бана. Кентавр у нас уже не появится в этом матче. И, в принципе, это неплохо. Под эту стратегию Кент действительно мог бы зайти. Толпа нормальна, да и НИПы могут отыгрывать на нем не хуже, чем на остальных персонажах. Ждем еще один пик. Последний ласт пик от Ниндзи. Будет ли это МИД или будет это Оффлейнер? Пока что непонятно, куда у нас отправляется пак. Соответственно, в принципе, против Тинкера, наверное, пака и поставят в мид. Значит, ждем Оффлейн от команды Ниндзя. Потому что паку стоять будет поудобнее. Фейсшифт все-таки дело свое сделает. Команда Power Rangers, кстати, играет с одним стендином. Роджер у нас отыгрывает как стендин в данном коллективе. И еще стендин у команды Ниндзя в пижамах. Лимб отыгрывает за них, соответственно. Ну, по одному стендину можно играть. В принципе, в принципе, коллективы в большей своей мере собраны. Коллективов есть наигранные стратегии. Так что какой-то ерунды на экране мы точно не увидим. Одна минута остается у шведского коллектива на пик последнего персонажа. И порядка одной минуты будет еще у Power Rangers, чтобы найти достойный ответ. Феникс отлетает к Ниндзям. Черт возьми, этот Феникс, что вообще с ним делать? Самый неприятный персонаж последних, наверное, нескольких месяцев. Так это точно. Феникс нереально доставучий, нереально эскейповый, нереально дамажащий еще этот масс-стан, этот ульт. Короче говоря, Феникса надо гнобить. Если не гнобить Феникса, Феникс гнобит тебя. 58 секунд остается у Power Rangers на то, чтобы ответить последним пиком. И, скорее всего, это будет оффлейнер. Кого же на оффлейн выберет команда Power Rangers? 24 секунды задумалась команда из Беларуси. Ждем, 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 ждем. А самое главное, надеемся, верим. Топим, безусловно, за СНГ коллектив. Иначе, чего бы мне говорить по-русски и вести эту трансляцию на этом же языке. Конечно же, топим за ребята из Power Rangers. Бристлбэк на оффлейн у нас отходит. И, собственно, по лайнам все понятно. Вич, Доктор, Шейкер, Ликан, Тинкер, Бристлбэк. И против них от шведского коллектива Чен, Венжфул Спирит, Луна, Пак и Феникс. В общем-то, играбельны оба пика. Сказать, что кто-то сильно проиграл или кому-то чего-то не хватило, нельзя. Эра у нас отыгрывает на Луне. Как удивительно. Силкит у нас играет на Венжфул Спирит. Хэнскин играет на Чене. На Паке играет Лимб. И Джона Сомфан играет на... Йона Сомфан, конечно же, играет на Фениксе. Сразу же отвалился у нас Чеширский Кот. Чеширский Кот у нас отвалился. Но, понятное дело, что вернется через некоторое время. Ждем, ждем, ждем. Тем временем давайте обсудим, кто на ком у нас играет со стороны команды Power Rangers. На Оликонтропе у нас отыгрывает Роджер. Джей Фо играет на Эс Шейкере. Санейка играет на Вич Докторе. Дитя Рай играет на Тинкере. И Чеширский Кот играет на Бристолбеке. Ну что, пожелаем удачи нашим парням. Ждем победы. И победы уверенной в двух катках. Конечно же, я буду беспристрастен в вопросах каких-то файтов, сборок и всего остального. Флеймить никого не буду, потому что это гнилое дело. Но, разумеется, никто моих симпатий и привязанности к каким-то коллективам отменить не может. Дитя Ра у нас отыгрывает на Тинкере. И Дитя Ра уже собрался в ранний фарм. Имеется нул Талисман на всякий случай. Готовится выход в банку. Ну, понятное дело, банка Бутсов Тревел. Все, как Доктор прописал. Как Вич Доктор прописал. У Санейка на ранних стадиях варды имеются. И варды-то, по-моему, даже не его. Ликонтроп у нас ушел в... В принципе, ничего. Ушел в Деф. Ринков Протекшн Ставт Шилд имеется. Есть на всякий случай Танго. Шейкер тоже у нас с вардами. И с Хилкой. Прочими кремами и мазями. Вот неприятные дамаги со стороны команды. Ниндзя Син Пижама с Бристалл Бэк. В общем-то, тоже все на подхил. И Ставт Шилд со старта покупает. У команды Н.А.П. Луна первым прокачала Лунар Блэйсинг. Эра решает фармить. Ну, понятно, зачем еще Эра в этой команде, если не фармить Лимб. В общем-то, для фарма закупается. И посмотрите, просто зеркальный закуп от мидеров. Обеих команд. Разве что нет двух веточек. А две веточки это явный залог на успех. Лимб, в общем-то, точно так же имеет по артефактам ситуацию, как и Тинкер. Дитя Ра забирает у нас руну на топе. И нижняя руна отходит тоже мид игроку. Короче говоря, мидеры немножечко наелись со старта. По пол-левела себе подняли. Денег тоже чуть-чуть капнуло. По лайнам, как дела обстоят. Санейка отправляется на топ-лайн. Будет саппортить у нас Роджера. Чеширский кот у нас отправляется в сложную. И Джей Фо помогает Чеширскому коту на сложном лайне. Дитя Ра стоит в солом на мид-лейне против Лимба. Ну, драка должна быть серьезной и очень лютой. Шейкер у нас без маны на данный момент. Фиссуру один раз уже проюзал. Ждем возвращения маны. И, я думаю, будет попытка настрелять на легкой таким парням, как Силкит и Эра. Эра уже нереально серьезно проседает от Чеширского кота. Ну, понятное дело, здесь Сквилл Спрей имеется. Эра немного хп со старта имеет. Это 473. Показатель, в общем-то, приятный вполне для Чеширского кота на сложной. Дитя Ра по хп немного просел здесь пак. Через что? Да, в общем-то, с руки пак настрелял. Первый хауль у нас от команды Power Rangers. На сложной со стороны команды NIP стоит Феникс. Ну, Феникс получает каски. Неужели получится у Санейка еще и зацепить Феникса? Здесь есть, если что, Икарус Дайв, но хватило хп на то, чтобы не юзать Икарус Дайв, потому что ситуации могут быть еще неприятнее. Санейка неплохо по спине настрелял Феникс, вынуждает его юзать банку. На ранних этапах пока что ситуация на лайне приятная. У Power Rangers, разумеется, я говорю о топ-лайне. Роджер стоит здесь, фармит толком, ему Феникс не мешает. 6 на 3 у нас у Роджера. Стенд-ин команды Power Rangers чувствует себя вполне уверенно. А здесь что, здесь замес или нет? Здесь просто разменялись скиллами игроки обеих команд. Чен немного размял у нас Шейкера, а вот Чеширский Кот никуда отсюда уходить не собирается. И я думаю, что если не под сейв, то Чен отправился бы у нас на базу. Неужели Чешир отойдет? Чеширу нужно отдаваться Рошану. Нет, не нужно отдаваться Рошану. Здесь, если что, есть Шейкер. Стана нет и недолго еще не будет. Тролль ловит у нас сетку Чеширского Кота. И это First Blood для Хендскина. Чен забирает First Blood и J4 тоже умирает у нас. Дабл килл у нас от Чена. И Чен вывезет нереально раннюю Мекку. Это ой-ой-ой, как плохо. Тем временем Vengeful Spirit тоже у нас погибает от Бриста, если не ошибаюсь. Да, Чеширский Кот смог забрать перед смертью еще и Vengeful Spirit. 2-1 по итогу файта все равно, конечно, по золоту Чен нереально пробуждился. 659 у него по голде только за этот файт вывез. Сейчас Чешир возвращается на базу в соло с Эрой под Рацию. Он, понятное дело, готов. У Эры уже имеется Ring of Basilus. Есть, если что, цирклетка. Выход в Аквилу будет. Что у нас у Роджера? У Роджера есть Boost of Speed. Имеется Ring of Protection. Роджер, я не думаю, что будет бустить свой тапок в ближайшее время. В принципе, ульта будет бегать и так. Можно будет быстро. Витч Доктор водит огромные караваны крипов и немного у нас отходит Фениксу. Но Йонасон тоже, понятное дело, не первый день в доту играет. И крипов игру прочитал, смог увезти крипов. Лайн, в общем-то, комфортный. Давайте по крипстату глянем, у кого что и как протекает. У Дитя Ра на данный момент максимальный крипстат на карте. 17 на 3. 16 на 3 отвечает Лимб. Лимб тоже, уверенно, вполне фармит под своим тауром. 17 на 3 уже становится счет. У Чена дела идут просто распрекрасно. По крипстату 14 на 0. Это лесные крипы. Конечно, не самые дорогие крипы, потому что самых дорогих он забирает себе. У Ликана четвертая позиция, которую он делит с Ченом. 15 на 9 счет на данный момент у Роджера. Роджер, в общем-то, вполне уверенно фармит. Где у нас по ХП умудрился просесть Витч Доктор? Нигде у нас по ХП не просил Витч Доктор. Он просто в лесу наполучал от крипов, потому что нервы уже не к черту. За столбиком жизни игроков ПР, конечно, следим мы с большим вниманием, чем за Нипами. Феникс опять у нас просил нереально по ХП. И, я так понимаю, через волков Роджер нормально так поломал несколько позвонков Фениксу. У Феникса нет ничего на отхил. На данный момент нужно туда-сюда гонять курицу. До Транквила остается еще 25 монет. Так что будет ждать, пока дотикает. Хотя, может быть, получится и крипов забрать. Да, скорее всего, крипов здесь заберет у нас Феникс и Транквилы будут. Кому у нас крипам отдается у нас Витч Доктор. Под ноль закупился. Купил все, что необходимо. В Ардоме... Так, Бристлбэк тем временем погибает от рук Эры. И Эра зарабатывает первый фраг в этом матче. 1-0 становится... 1-0-1 счет становится у Эры. И 4-1 становится счет для команды НИП. Конечно же, 3-1 счет по факту. Потому что 1 фраг на счету нейтральных крипов. Они явно играют не за команду НИП. Хотя, при наличии Чена, стоит ли такие громкие заявления делать? Нейтралы сделают здесь очень много. Нейтралы, которых приручил Чен. Я думаю, на ранних левелах будет, в принципе, все видно. Тем временем, на топе у нас погибает Ликантро. Пак сместился в мид. Наблюдал я за мидом со стороны команды Пауэрэнджерс. Но здесь... J4 пришел вовсе не вовремя на мидлейн. Потому что мидер ушел у нас ганкать топ. И у него это получилось. Ликантро погибает. Счет становится 5-1 в пользу команды НИП. Здесь увидели Силкида. Чеширский кот наваливает неплохо по спине Силкида. Он, скорее всего, отсюда не уйдет. J4 должны забрать этого паренька. Еще не будет фиссуры. До фиссуры остается немного совсем по моне. Но Чеширский кот и в соло справился у нас с Венжи Фулл Спирит. Счет становится 5-2. 5-2 и это уже лучше, чем 5-1. Понятное дело, что 5-3 лучше, чем 5-2. Но имеем, что имеем. Чеширский кот еще и Эре неплохо настреливает. Максит он. А спрей... Эра тут в соло, конечно, не выстоит. У Эра уже появляется Хелм оф Айронвилл. Не собирается он покупать пока что Аквиллу. Под инвизом здесь стоит J4. Видит он Силкида. Будет ли выходить Чеширский кот у нас на Силкида ему настреливать? Ждут также. Ну, можно дождаться. Здесь под смоком в спину заходит у нас Чен. И пока не видят J4, не видят точно так же и Чена. Чеширского кота зажали здесь в углу. Пошла ульта у нас от Эры. И в соло погибает у нас Чеширский кот. В очередной раз 2-3-0 счет у Флейнера команды Пауэр Рейнджерс. Это неприятно. Бристлбэк со старта толком ничего не вывезет. А значит и в файтах будет не настолько полезен, насколько мог бы. Ловит у нас в Дримс Койл. Попадает у нас Дитя Ра. Лимб наваливает неплохо по спине. И забирает этот фраг через Ульзори Орб. Санэйка прилетает сюда, но это уже слишком поздно. Ульты, маны на ульту у Феникса не хватает. Можно было попробовать зацепить, но по факту пришел здесь Тролль, которым управляет Чен. И зацепили у нас еще и Вич Доктора. Санэйка отправляется на базу хилиться. И разумеется не своим ходом. И это неприятная ситуация для команды Пауэр Рейнджерс. 8 на 2 счет на данный момент. Давайте глянем на экономику. Полторы тысячи по голде выигрывает Найпи. И Джейфо тоже скорее всего отправляется на базу. Еще один килл для Пака. Пака Киллинг Сприз становится счет. Собирает он этот стрик. И, честно говоря, ситуация незавидная у Пауэр Рейнджерс. Сначала матча и такой сильный развал по всем лайнам. Умирал у нас на топе Роджер. Умирал у нас неоднократно на нижнем лайне Чеширский Кот. Здесь еще и Санейка неплохо так терпит от Феникса. Феникс Сан провязали. Смогут ли вдвоем разобрать? Нет, вдвоем, наверное, не получится разобрать. А вот Дитяра здесь неплохо получит от Феникса. И Феникс, скорее всего, заберет Дитяра. Должен забирать. И Карл Сдаев есть. И Карл Сдаев попадает у нас по Дитяра. И Дитяра отправляется в таверну. 10-2 счет. Экономика обо всем этом скажет. 2000 по голде, 2000 по экспе. Ситуация на миде неприятная. Лим прилетает сюда. Его грызут волки. Неужели догрызут? Да, волки догрызают у нас мидера команды NIP. Также поймали у нас здесь еще и Силкида. Волки продолжают свое неприятное для Силкида дело. Должны съедать у нас его. Да, съедают. И ВД забирает этот фрак. Санейка хоть как-то ответил на ту боль и унижение, которую мы могли наблюдать на наших экранах не так давно. Но счет становится 10-4. Два безответных фрага. Это уже хорошо. Тинкер сюда не входит в эту драку. Тинкера мы считать не будем. Что у нас у Дитяра? У Дитяра 990 по голде. Пока что нету бутсов тревел. И разумеется, пик у команды Power Rangers такой, что Дитяра должен выформить свои артефакты и после этого начать летать по всем лайнам пушить. Но уже по пушу более-менее состоялась комбинация команды Power Rangers. Т1 на топе упал. Т1 внизу стоит нетронутый. Что у нас по тауру команды Power Rangers? Перы тоже стоят с фуловым тауэром на топе и с фуловым тауэром внизу. Эра уже имеет 860 по голде. Я так понимаю, будет Хелм оф Доминатор появляться в скором времени. Совсем немного осталось. Венжфул Спирит у нас имеет Райсбенд. Нету больше, собственно, ничего, кроме ботинка. У Луны мы видели. Что у нас у Пака? У Пака имеется ПТ после ПТ. Полторы тысячи. И совсем скоро будет выход в Даггер. Даггер относительно ранний. При том количестве артефактов, которые уже имеются у Лимпа. Чен выходит в Мекку. После Аркан Бутсов покупает Хедресс. Что у нас в Курьере? В Курьере пустота. Значит, Мека появится не так скоро, как хотелось бы Непам. И это очень хорошо для Power Rangers. Массфайты пока что можно хоть как-то выносить. Раннее Мека Чена, чего я так сильно боялся, было бы крайне неприятно. Ну что? У нас здесь Джей Фо ловит Иллюзорию Орп от Лимпа и отправляется в таверну. Джей Фо это третья смерть. Здесь 0-3-2 счет у Джей Фо и Шейкер не реализован. Я не говорю уже о массфайтах. Шейкер и в Соло не реализован. Еще и Чеширского Кота у нас здесь в Соло поймал Чен. Но Чен просто нереально неприятный. Очень сильно валит Дезвард. Но здесь Феникс Сан и Чеширскому Коту нельзя драться с Феникс Саном. Надо валить отсюда. Надо бежать как можно быстрее. Отпивается у нас Чеширский Кот иллюзорию Орп. Пошел от Пака. Ну, команды разбегаются чуть ближе к своей базе. Феникс отходит у нас фуловый после Феникс Сана. Поднялся, разумеется, с полной манной и полным ХП. Чен нереальный геморрой для команды Пауэр Рейнджерс. Просто невероятно. Это тролль, который в Сетку ловит всех, кого только можно. Уже даже Чеширский Кот, который не должен получать. И то получает. По Дримс Койлам бегает у нас Роджер. Драться нет смысла. Точнее, драться есть смысл. Убегать нет смысла. Дримс Койл очень удачный от Лимпа. Был поставлен и вот вам, пожалуйста, 10 минут 52 секунды. У мидера команды NIP появляется ранний Даггера. Даггер реально ранний. Тем временем Чеширский Кот у нас отъезжает в таверну от рук Луны. Расчет имеет 3-0. У Эры есть Доминатор, есть 800 по голде, есть ПТ. NIP давит просто нереально. 428 зарабатывают они на Чеширском Коте и будут забирать еще и Т1 по миду. Никто здесь ничего толком сделать не может. Так, у Тинкера есть Бутс оф Тревел. Это уже хорошо. Может быть, получится забрать Эру. Летят каски в Эру. Эра еще одни каски получает. Надо хоть как-то его застопить. Фиссура через одну секунду. И Фиссура просто в пустоту. Что творит Чен? Чен отправляет на базу у нас Эру. Эра выживает. Но хотя бы удалось через Дезвард забрать Феникса. Феникс ответил за всю ту боль и унижение на лайне, которую организовал у нас Роджеру. Где Роджер? Роджер на миде. Роджер на миде пытается спушить Тауэр. Но сейчас придет Лимб и спушит Роджера. Это будет, разумеется, не так просто. Но, тем не менее, Лимб уже показал, что играть умеет. И ранние артефакты, которые он вынес, сейчас будут невероятно неприятными для команды Пауэррэнджа. Ждраться становится все неприятней. Руну у нас убивает Ликантроп своими волками. Как я понимаю, Лимбу не удалось ее забрать. Да, Лимб с пустой банкой бегает. Пусть и дальше бегает с пустой банкой. У Ликана появляется Владмир. Это значит, что скоро мы увидим выход на Рошана. В принципе, есть фуловые волки на всякий случай. Есть вкачанная пассивка в 3. Есть хауль. Так что можно драться. Но готова ли команда Пауэрр к тому, что НИП будут защищать Рошана? А они будут защищать Рошана. Потому что у Чена практически собрана Мека. У Чена огромный моб крипов. Тут казино невероятных масштабов. И Чен уже нереально много насолил команде Пауэррэнджерс. Единственное, что радует, помимо Владмира со стороны Роджера, радует Бутсов Тревел. Которые относительно рано появились у Тинкера. 0-2 счет у этого парня. И тем не менее, Дитяра смог вынести свой артефакт. Артефакты относительно ранние. Относительно ранние, конечно же, с поправкой на счет. Который у Дитяра. Венжи Фулл Спирит что там? Я думал уже где-то фраг. Венжи Фулл Спирит просто у нас на крысу забирает руну. Никто им в этом не мешает. Эра отправляется в лес. У него есть Доминатор. У него есть ПТ. У него есть выход в Яшу. Уже Бэнд оф Элвен скин куплен. Эра будет выходить, как я понимаю, в Манта стайл. Неприятно. Лайн надпушен для команды Пауэррэнджерс. Но с другой стороны, здесь волки забирают фарм для... Так, Бристлбэк у нас погибает. Думал уже Бристлбэк у нас погибает где-то в файте. Нет, Бристлбэк просто у нас пугает комментатора, стоя на Эншентах. Чеширо очень сильно просел по ХП. Где-то у нас Роджер тоже просел по ХП, как я понимаю, на этом лайне. Роджер ТП аут вовремя сделал. Так. Давайте глянем экономику. Что там у нас по экономике? По экономике ситуация, в принципе, вполне играбельная. Меньше двух тысяч. Ну, где-то чуть-чуть. Короче говоря, две тысячи по экономике. И три по экспе уступает у нас команда Пауэрэнджерс. А с этим можно играть. С таким пиком, тем более, можно играть. Ликантроп. Бристлбэк. У Бристлбэка собранная, практически собранная мека имеется. Скоро, в принципе, масс-файты будут интересными. У Чена. У Чена, скорее всего, летит уже мека. Да, рецепт на меку летит у нас. Эдзо. И выход на Рошана от команды. НИП. Это не тот выход, которого мы все ждали. А ждали мы выход, конечно же, от Ликана. Роджер не выходит на Рошана, но Рошан, скорее всего, не дождется Роджера. Знают ли об этом игроки команды Пауэрэнджерс? Нет, здесь стоит Центрик. Никто ничего не знает. Задвардили НИП и спокойно стоят и фармят Рошана. Ну, понятное дело, пропали с карты. Куда им еще деваться? Фиссуру должен давать туда Джейфо. И надо хоть как-то подсветить Рошана. Конечно, нет инфы по поводу того количества ХП, которое есть у Рошана. Инфы нету. Понятно, теперь все все поняли, но драться уже нельзя. Здесь Чеширский кот. Черт и где. Лимб у нас врывается. Ставит у нас Дримскойл на Дитяра. Дитяра не улетает отсюда. Забирает его Чен. Насколько же неприятная дрянь это Чен. У Чена уже 4-0-5 счет. Хэнскин очень круто отыгрывает на этом герое. Здесь Лимб еще и забирает Саннейка. Ну, команда Пауэррэнджерс немного допосыпалась. Тем временем Лимб выходит еще и на нижний лайн. Видимо, отогнать Роджера. Да, Роджер здесь. Через Даггер врывается у нас Лимб. Сайланс пошел по Роджеру. И Лимб отсюда должен уходить, потому что Волки смогут сами без Ликана разорвать на куски его волшебную задницу. Уже практически собранный Юл у Лимба. А значит, минус один игрок будет. Так что такое продает артефакты у нас Лимб и возвращает себе голду. Вот что он имеется у Лимба. Видимо, оставил деньги на всякий случай на байбэк. Эра на стаканных эншентов здесь фармит. Появляется еще одна пачка. Раз, два, три, четыре. Четыре пачки эншентов. Понижение дефа от Силкида. И Эра по голде должен нереально подняться. 640 на данный момент. Посмотрим, сколько после эншентов будет у... Самого, пожалуй, популярного игрока команды NIP. Роджер уходит в лес у Роджера. Появляется Staff of Wizard. Имеется Belt of Strange. Здесь будут Некра появляться. Нормальная такая сборка для Ликантропа. Ну, как-то надо будет выключать Эру. Как это делать? Собственно, решение имеется. Базовое решение от Ликантропа. Это Некра, которые дерутся под Хаулем. И Некра, которые при смерти неплохо так дамажат тех, кто их убивает. А то, что будет их убивать именно Эра, шансов больше всего. Потому что сплитшот от Луны бьет по всем, кто есть на расстоянии экрана. Тинкер тем временем у нас убивает Феникса. Феникса надамажили его под собственным Т1 игроки Power Rangers. И выход на нижний Т1. Легкая сыпется у команды NIP. Соответственно, сыпется Тауэр. И у команды Power Rangers будет ли попытка его подсейвить? В принципе, должны попытаться разобрать и подсейвить. Да тут подсейвишь. С нереальной скоростью падают у нас Тауэра. У Луны с руки уже 107 плюс 106. 110 плюс 106. Короче говоря, 216 с руки это очень много. Очень много на 17 минуте. Плюс все дизейблы, которые организовывают у нас Чен. Есть Мекана под сейв. Пошли в Т2. У нас игроки команды NIP. И они гораздо быстрее снесут Т2 команды Power Rangers, чем сделают это белорусы. Белорусы будут еще, скорее всего, драться или отходить. Потому что Тауэр надо лететь и сейвить. Сносят нас Т2 от команды PR. И Эра улетает дефать свой собственный Тауэр. Грызут его волки. Так, пошел у нас крик от Vengeful Spirit. DreamScoil по двоим стоит. Роджер продолжает бегать. Роджер пока что живой. Некрас здесь напиливают Эру очень неплохо. Напиливают волки, тоже жрут Эру. Что у Эры? Эра теряет Аегис. Скорее всего, да, Эра у нас должен потерять Аегис. Но нереально классный подсейв от Силкида. Силкид высвапывает Эру. Эра не теряет Аегис. У Эры, кстати, еще и Митрил Хаммер поверх всего. Появился по Нетворсу. Этот парень на первом месте. 9300 у него по Нетворсу. У Лимпа 8700. По Нетворсу и 2... И третье, четвертое место, соответственно, у Детяра и у Роджера. В общем-то, по фарму команда NIP повыше стоит. Они забрали еще на один больше Тауэр на легкой линии. Здесь Т2 стоит. По Тауэрам пока что счет 3. Даже 4-3 в пользу команды NIP. Как тут не сносить Тауэра при таком количестве крипов? Так, Лимп у нас подстопил еще и Чеширского Кота. Стан от Кентавра. Чеширского Кота через Меху пытались выформить. Точнее, сам он себя пытался через Меху выхилять. У него это получилось, но выжить не удалось. Лимп продолжает погоню. Он гонится за Джейфо. Джейфо отъезжает на базу. Лимп просто он файер. Что вообще происходит? Лимп скоро получит Аганим, я думаю. И можно будет писать GG команде Power Rangers. Конечно же, не хотелось бы наблюдать за таким развитием событий. И у Эры, ни у какого, ни у Лоды. Лода играет у нас за другой коллектив Уэры. Появляется еще и Огр Клаб. Лежит он в стэше и немного остается до БКБ. Что делать с Эрой после БКБ, пока что становится неясно. С руки по команде Пэр не бьет. Здесь кое-как бьют Волки, кое-как бьют Некра. Но посмотрите на развитие событий. География для команды Power Rangers закончилась. То есть постепенно отжимаются все лайны и падают бараки. Падают бараки. Так, Чеширский Кот у нас под Дримскойлом бегает. Скорее всего, убивают у нас Чешира здесь. Хотя нет, умудрился уйти под Т4. Кое-как у нас сейвленный. Так, Тинкер у нас погибает, байбетчится. А Джейфо тоже байбетчится. Феникс Сан здесь. В принципе, Феникс должен зацепить и Роджера, и Джейфо. Да, цепляет Роджера, цепляет Джейфо. Мертвый у нас уже, к счастью, Лимп. Мертвый Чен забрали у него стрик. И в 4 драка, даже, наверное, 5 в 4 драка у нас, бараки пока что стоят рейнджовые, милишные упали. Дитяра продолжает погоню за Фениксом, но Феникс отсюда улетит. Надамажить его не получится. Здесь байбек был от Тинкера. Тинкер не умирал второй раз, но байбек еще был и от Джейфо. Джейфо умер дважды в этом файте. И плюс 3 смерти, 4 даже смерти от команды Power Rangers. Короче говоря, 4 в 6 подрались, неприятно для Power Rangers. Но, тем не менее, по голде ПР им немножко, да, отковыряли. По XP тоже видим 6 в 200 на 4 в 200 со стороны NIP. Огрызнулись неплохо белорусы. Показали, что готовы драться, но, опять же, пока они дерутся и пока они что-то показывают, падают бараки. Разумеется, дота это не вопрос фрагов, это не вопрос экономики или вопрос каких-то удачных ганков. Это вопрос сторон, которые у тебя падают. И первая сторона уже, можно считать, упала у ПР. Это мид, конечно, мид, который отпушивается и не является основным лайном, наиболее неприятным. Но, тем не менее, тем не менее, экономика будет проседать и дальше мы это все увидим. И до этого нормально себя чувствовала команда NIP в плане фарма. По голде видим 7500 их преимущества и по XP тоже, в общем-то, выигрышная ситуация. На чуть менее чем на 5000 опережают они своих оппонентов из Беларуси. Ну а когда снесенные милишные бараки на миде, разумеется, экономика будет еще лучше для команды ПР. Точнее, для команды NIP. ПР пока что проседает. Что у нас у Эры? У Эры появляется Яша, имеется здесь БКБ. БКБ пока что проюзан не был, только прилетел 2000 по голде еще сверху. Значит, через 900 увидим Манта Стайл. Это плохо, кого бить, непонятно. Дитяра у нас здесь отправляются в кусты через Даггер и стараются подпушить за счет машинок. Ему, конечно же, это удается, пока Феникса никто не ловит. Прокликали у нас здесь Феникса. Будет ли попытка его забрать? Лимп здесь под инвизом, его не видят. Лимп, я думаю, сам теперь заберет у нас J4. J4 получает нереально серьезно по голове от Лимпа. Через Даггер, через Фейсшифт, просто неуловимый пак. Забирают у нас J4. J4 умирает в который раз? J4 умирает у нас восьмой раз уже на этой катке. У Феникса имеется на всякий случай Супернова. Не проюзал он ее. Ну и Бристлбэк на лоу ХП опять у нас фармит. Фармит у нас Сеншентов. Валидольный Бристлбэк. Все время на лоу ХП и все время оказывается не в драке, а на Эншетах. Чеширский кот старается хоть что-то выформить. У него есть Мека, у него есть Огр Клаб. Я так понимаю, готовится выход в БКБ. Надо как-то переживать рассказ. Здесь Феникс нереально неприятный. Здесь неприятный пак. Эти Дримскойлы вертелись бы они вообще на одном месте. Конечно же, не так просто драться. И плюс Чен со своими крипами. Короче говоря, без БКБ здесь лучше вообще никуда не выходить. Понимает ли это Ликан? Ликан это наверняка понимает. Роджер знает, что делает. Но пока что БКБ у него нет. Нет толку, в принципе, от шейп-шифта, если ты не можешь бегать, и ты стоишь всю игру в сетке. Понятное дело, Роджер свои артефакты должен вывести. И надеюсь, что следующим артефактом будет БКБ. Дитяра продолжает нафармливать Лайны. По экономике он на четвертом месте. 8900 у него имеется Нетворс. На третьем месте у нас ПАК. На втором месте у нас Роджер. Роджер хоть что-то довыфармливает. Но, конечно, не с такой скоростью, с которой делает это Эра. У Эры 7.1.5 к тому же счет. Не знаю, сбили ли ему стрик. Стрик. Так непонятно, собственно. Сбили стрик. Эре по данному логу. Так, Санейка поймали под собственным хайграундом, разбирают. И уже в нереальную наглость отправилась у нас Эра и компания. У Эры уже имеется Манта Стайл. Можно заходить и стараться спушить топ-лейн. Забирают у нас, скорее всего, без каких-либо помех. Ранжовый баррак игроки команды NIP. Шведы вообще не просели по ХП, не просели по ультам. У всех есть все. Улетают они на нижний лайн. И будет попытка поймать здесь Ликана. Ликана они, скорее всего, поймают. Сайленс по Роджеру. Роджер ульту уже не заюзает. Некров включил, но эти Некра только посмотрят на труп Роджера. Роджер погибает и еще и динает Тауэр команда NIP. Шведы играют очень круто. Шведы играют, я бы сказал, на уровень лучше, чем Пауэррэнджер. Сумудрились реализовать свою стратегию. Стратегия была в ранних выходах из леса Чена. И, как видите, 4-1-10. Все получилось. Чен настолько хорошо себя чувствует, что покупает Владмир. Пауэрр покупает барабаны, несвойственные для Чена артефакты. Теперь его крипы бьют еще сильнее. Я уже молчу о том, что будет, когда Хенскен у нас выйдет в Аганим. А по такой игре в Аганим выйти? Это вопрос, я думаю, 10, максимум 12 минут. Где у нас Чеширский Кот и что у него есть? У Чеширского Кота пока что недособранный БКБ. Нет, БКБ у Чеширского Кота имеется. Несет ему Курьер этот заветный посох. И Чешир не должен так сильно проседать. В принципе, это основная танковая мощь команды Пауэррэнджер. Единственный, кто может нормально дамаги в себя впитать. Шейкер разлетается с одного раскаста Пака. Это еще хорошо, что Пак имеет... Хорошо, кстати, для команды Пауэррэнджер, что Пак не собрал Даггер, потому что J4 просто бы в игре не участвовал. Не Даггер, а Дагон. Потому что J4 просто бы в игре не участвовал. Эра у нас закрыта здесь фиссурой. Но Чеширский Кот включает БКБ. Пошла погоня у нас за Ченом. Чен должен умирать. Или хотя бы очень сильно просесть. Ульта у нас от Эры. Эра убивает у нас Тинкера. Так, Эра... Все, ульта в принципе закончилась. Санейка пока что еще жив. Поджигает его Феникс. Сразу на два человека у нас на хайграунде. Стоят с хайграунда, разваливают команду Пауэррэнджерс. Вижена для команды Пауэррэнджерс на хайграунде нет. Зацепить неким, некого и нечем. Это нереально неприятно. Пауэррэнджерс проседает по ХП. И их счет становится 29-11. Потому что разменялись 1 в 3. NAP теряет только Чена. Все-таки доковырял его Чеширский Кот. И выходят на Рошана. Как будто мало было. Пауэррэнджерс горе. Еще и Эра забирает у нас Аэггес. Черт и что происходит на карте. Пауэррэнджерс пока что сыпется. Напомню, что это Лузер Брэкет. И вываливается команда проигравшая. Улетает у нас с турнира. Пауэрэнджерс, если отдают эту катку, то у них шансов, разумеется, становится все меньше и меньше на выход в дальнейшую стадию турнира. Что у нас по артефактам? Давайте быстро пробежимся. Пока более-менее разряженная игра по карте. У Феникса имеется уже рота. Фаттос есть плейтмейл. Имеется транквилы и урна. У Силкида, помимо Аквилы, появляется медальон. Медальон, короче говоря. Пауэртрет сгрейдженный стик. У Луны после БКБ появляется только-только Игл Сонг. Эра у нас выходит в Баттерфляй. Пак Даггер, Аганим, Иулл, Скепитр и Пауэртрет. То, о чем я говорил. Теперь с Аганимом беда будет нереальная. Плюс еще один плюс для команды НИП. И у Чена постепенно начинает вырисовываться Аганим. Поинт-бустер уже имеется. Осталось 2700 насобирать до Аганима. У Дитя Ра что у нас в порте? Фактом у Дитя Ра есть Иулл. У Дитя Ра есть все, что необходимо иметь Тинкеру. Но не больше. Нет пока что Хекса. До Хекса еще ой как много. Нет догона. В принципе во что там пойдет собираться Тинкер. Я думаю есть смысл начать собираться в Некра. Так, поднимает у нас Ветра Феникса. Не дают ему улететь. Феникс отсюда не уходит. Это хорошо. Волки его догрызают. Веншфул Спирит. Так, Лекан. Лекан конечно. Какая Веншфул Спирит? Лекан у нас забирает волками Феникса. Феникс погибает в третий раз на этой карте. Кстати Феникс отыгрывает очень круто. 11 ассистов. Это хорошо. С Хардлейна вынес все что необходимо. Это при том что Роджер в свое время загнал у нас Феникса. Спушил Тауэр и продолжил фармить лес. Но Фениксу при удачных файтах. А файты более чем удачные. Фениксу он удается вкастовать полностью. Еще ни разу я не видел, что ПР разбили яйцо, которое строит Феникс. Короче говоря, Феникс по артефактам нисколько не проседает. Он на шестом месте. На седьмом точнее восемь. Шестьсот у него есть. Ну Софлейна вынести нормально. Чеширский кот Софлейна вынес чуть побольше. Девять пятьсот у него. Нетворс. Ну, в недосягаемой... На недосягаемой высоте у нас Эра, у которого уже практически собранный баттерфляй. Имеется, если что, в стэше Талисман of Evasion. Зацепили у нас Чеширского кота. Фиссура на подсейф. Так, если будет ли Эхо Слем. Эхо Слем есть. Но Эра у нас в БКБ. Эхо Слем прошел только в Чена. Чен по ХП проседает, но пока что живет. Поднимают у нас витра Ликантропа. Убили Джейфо, убили Бристлбека. И что? Два в ноль. Два в ноль от НИП Драка. Нереально хорошо дерется НИП. Нереально. Вовремя включенный БКБ. Вовремя включенные скиллы от команды. И Чена умудрился дитя разобрать. Хоть как-то восстановить баланс в этом файте. За Чена получил 637 по голде. Забирает стриг у этого злополучного персонажа. Что у нас по бомжам Чена? Чен имеет 4 бомжа у себя. В стаке, короче говоря, неприятно. В любом случае, неприятно драться против такого количества. Опять же, Мазда Мага идет только от спрея Бристлбека. Но Бристлбеку для этого надо очень серьезно наплевать. Ну и Дитяра. Дитяра попадает у нас в сетку. И через скрипов Чена, через Луну разбирают у нас Дитяра. Также здесь Лимб влетел. И через Сайенс не дал Луне... Луне не дал Тинкеру вкастовать, что бы то ни было вменяемое. Карта за командой НИП. Пауэрэнджерс зажались у себя на хэкграунде. И выходить им нет смысла. Дитяра вышел. И вы видели, чем это закончилось для Дитяра. Лимб влетает сюда. Чеширский Кот пытается его разобрать. Но здесь есть на секундочку Даггер. Никого ты тут не разберешь. Чеширский Кот просто отфармливает крипов. А тем временем Луна на подхиле от Феникса заходит и начинает разбивать бараки команды Пауэррэнджерс. Тинкер у нас выкупается. Куда у нас прилетает Тинкер? Тинкер прилетает у нас на мид лейн. Пошла у нас драка. Включается БКБ у Роджера. Включается БКБ у Луны. Дезвард стоит и бьет. Санейка неплохо бьет по Чену. Не получается его забрать. Умирает Венжи Фулл Спирит. Бристалбэк на лохэп. Чешир отправляется в таверну. Также у нас в таверну отправляется Роджер. Венжи Фулл Спирит и Чен тоже погибли. Даблкил у нас от Эры. Эра продолжает драться. Команды Пауэр Рейнджерс. Триплкилл от Эры. Джи Джи Уэлл Плейт. Поздравляем команду НИП с первой победой в этой серии. Напомню еще раз. Серия Бест оф Три. Бест оф Три. А значит команде Пауэр Рейнджерс. Может еще повезти в следующем матче. Повезти с пиком. Повезти с расстановкой лайнов. Играют они неплохо. Но команда НИП пока что играет сильнее. Тут даже не скажешь, что выиграны лайны. В расстановках выигран пик. Выиграны лайны в плане фарма. В плане реализации персонажей Чен. Чен это общеизвестная проблема. Все знали, что Чен способен на ранних левелах давать невероятную фору своей команде. И Чена не смогли законтрить. Хотя в принципе все это очевидно. Все это было понятно. Но Пауэр видимо сквозь пальцы смотрели на эту ситуацию. Теперь нужно смотреть им на счет 0-1. Который присутствует в данной серии. Напомню еще раз. Это серия Best of 3. Это Major All Stars. И Лузед Брекет проигравший в данной серии Best of 3 вылетает. А победитель продолжает в свой путь. И переходит в следующий этап. У микрофона друг. Еще раз говорю, что это студия игрокам ТВ. Не переключайтесь. Врываемся очень скоро на следующий матч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok